Конструктивно, почему такое случается? Почему волосы выпадают? Как можно понять, что у тебя уже действительно проблема? Вот когда ты с расчески собираешь оставшиеся волосы после расчесывания и причесывания, вот как понять, когда их количество уже это симптом и это тревожный знак? Обычно глупые волосы покидают умные головы, поэтому случается это практически с каждым. И каждый такой на себе это испытал. Но наиболее частые причины выпадения волос у женщины на сегодняшний день, одна из первых и основных причин, это гормональное выпадение. Сюда можно отнести изменение фона при росте молодой девушки. Также относятся физиологическое выпадение волос при беременности. То есть это не миф, это на самом деле факт? Это действительно существующая проблема, с которой обращаются пациенты достаточно часто. Вторая причина наиболее часто, это элементарная причина. При каких-то состояниях дефицитных, будем их так называть. Сюда относятся различные виды диет, после различных заболеваний. А витаминоз в том числе. После заболевания гриппом. Если пациент полежал в больнице, был общий наркоз. Если пациентка пытается похудеть в короткие сроки, точно так же она остается без волос частично. И к нам они обращаются на прием. Также часто причина потери волос связана с тем, что достаточно часто используют какие-то косички, окрашивание волос. То, что приводит к механическому. Ну, а вот это вот, что у Света, вот даже, наверное, если Свет наружу решит, можно потрогать эти валенкообразные дреды, милые, уютные. Это насколько вредно? Ну, ношение самих дред не вредно, но та часть волоса, к которому они прикреплены, то есть это какой-то клей, либо это биологический состав, чаще всего сейчас используется. Снаружи волос все равно повреждается. И при снятии таких дред, часть волос придется будет обстричь.